Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Французский художник-маринист, придворный живописец Жан-Антуан Теодор Гюден. Данными я пользуюсь в Википедии. Вместе с Луи Филиппом Крепеном он стал одним из первых двух официальных художников военно-морского флота в 1830 году. Родился в Париже 15 августа 1802 года. О его отце ничего не известно. Из своих мемуарах он, кажется, предполагает, что его мать была вдовой, которая взяла на себя всю ответственность за воспитание его и его старшего брата Жана Уи. Был зачислен в военно-морское училище, но бросил учебу, чтобы уехать в Нью-Йорк, где в изгнании смешался с монопартистами. В 1819 году он поступил на службу в военно-морской флот США и плавал на борту манчестерского бакетбота. В 1822 году он вернулся в Париж и, вдохновленный своим братом, который стал учеником Горацио Верне, решил продолжить карьеру в искусстве. Нашел работу в мастерской Луи Жараде. В том же году он дебютировал в салоне. В следующем году он и его брат попали в кораблекрушение на сене, из которого он спасся. Однако его брат утонул, и это глубоко повлияло на него на всю оставшуюся жизнь. В 1824 году он провел еще одну выставку в салоне и заручился поддержкой будущего короля Луи Филиппа I, представив картину с изображением корабля, на котором он отправился с визитом в Америку. В 1828 году король Карл X поручил ему написать портрет Энсина Ипполита Бессона, который взорвал свой корабль вместо того, чтобы сдать его пиратам. Дэн отправился для участия в Алжирской экспедиции, где он сделал множество зарисований. По возвращении был назначен морским пехотинцем, в кавычках, предварил Луи Филипп. В течение следующих нескольких лет он совершал живописные поездки в Италию, Швейцарию и России. Затем король присвоил ему титул барона и поручил создать 90 картин по истории французского военно-морского флота для Версальского дворца. Это была монументальная задача, которая, по-видимому, подорвала его здоровье. Был произведен офицерой Ордена Почетного Легиона в 1841 году. После выставки в Берлине в 1845 он получил крест за веру. В 1844 женился на Луизе Маргарет Хей, дочери английского генерала Джеймса Хея и крестницы короля. У них было трое детей, в том числе художница Генриэта Гуден. Во время французской революции 1848 года он делил свое время между Францией и Англией и сохранил нейтрализию. Однако во время государственного переворота 1851 года он твердо встал на сторону республиканцев. В 1865 году, снова оказавшись в фаворе у Бонапартов, он сопровождал императора Наполеона III в Алжир и вернулся через Танжер на императорском корвете Гортензи. Занимал пост вице-президента Центрального общества наук. После падения империи в 1870 году отправился в добровольное изгнание в Англию. Смог вернуться во Францию в 1879, после смерти Луи Наполеона Бонапарта. Умер в 1880 году. На протяжении своей долгой и плодотворной жизни Гуден наполнял своими впечатляющими работами многочисленные европейские коллекции и галереи, чьи репродукции до сих пор ценятся за их высокое качество. Его работы представлены почти во всех европейских национальных галереях, особенно в Париже, Лондоне и Москве, а с 1845 года также в Берлинской национальной галерее. Ну вот так вкратце из приводной википедии о французском художнике Мари Нисти, придворном живописце, Жан-Антуан Теодор Гюде. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok